Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю играть в Path of Exile, Prophecy League, и это персонаж Сьюд Чарджа. В нем пара небольших вещей изменилась, но для начала я хочу про другое поговорить. Лабиринт, теперь в него можно заходить даже... ну как бы, теперь нужны челленджи под него выполнить всего лишь один раз на Лигу. Так что я сейчас могу пойти в Лабиринт, при том, что я не был почти нигде в третьем акте Круэлла. И да, этот персонаж в данный момент в третьем акте Круэлла. Ну и почему бы не пойти? Он, скорее всего, для меня будет достаточно легким все равно, Лабиринт, потому что, хоть я и в самом начале третьего акта Круэлла, то есть я там на 7 левелов ниже Лабиринта, скорее всего, где-то. Персонаж этот достаточно крутой. Ну нет, надо же, я всего на 4 уровня ниже Лабиринта. Но, в общем, да. Я все еще использую фейсбрейкеры, мне подкинули фейсбрейкеры покруче. 792%, то есть почти топовая. И, кроме этого, мне подкинули джевел на увеличенное ауе, когда я безоружен. Что, в принципе, тоже неплохо помогает. Ну и у меня есть еще и джевел. Ну, это квестовая джевел на плюс 1 дальности. Я не уверен, влияет ли хоть как-то дальность на счетчардж, потому что это ауешная атака. Скорее всего, нет. Но на всякие там Инфернал Блоу и Циклон, которые я хочу в итоге использовать как сингл-таргет, на них влияет. Но посмотрим. Ну и, кроме этого, я все еще использую Диплантс Хайд. Я использую Анвил, я взял на 45 уровне. Причем это Анвил, скоропченный на хаос резист. Но это лучше, чем Анвил, который дает силу. Но, в целом, это не так уж и полезно все равно. И, кроме этого, собственно, все не особенно изменилось. У меня какой-то трэшевый шлем на жизнь резиста. Какая-то трэшевая броня на жизнь резиста. Какие-то трэшевые сапоги на мувспид. Надо вот эти взять. Хотя нет, на этих нет резистов и жизни, и вообще ничего. На мувспиды больше. Так что надо вот эти взять. Фейсбрейкеры. Мегинорд. И два кольца. Кольца поменялись. Кольца стали лучше. Кольца дают кучу физдамага. Это, по сути, максимум, что можно получить. По-моему, 10-14 максимум. У меня здесь 9-14, здесь 7-14. Или, может, 10-15 максимум физдамага на кольцах. Ну и, в общем-то... Да, урон получается вполне приличный. 5000 ДПС Инфернал Блоу. 1600 средний урон. Щилд Чарджа. И при этом он, естественно, в два раза выше. Потому что на максимальной дальности он в два раза выше. Ну и скорость тоже довольно неплохая. И скорость зачистки тоже довольно неплохая. Это я еще даже голема не призвал. С големом там чуть-чуть выше все становится. И, кроме этого, в данный момент у меня 57% блок, если я включу там пистачаут. И, собственно, там приличное количество эвэйджи и армора. Так что меня никто убить не может. Что тоже довольно приятно. Надо, наверное, взять какую-нибудь гранитную бутылку, базальную бутылку. В общем, какую-нибудь бутылку на резист. На физрезист. Но пока что и так неплохо живется. Но я все-таки подумал, и скорее всего я в итоге откажусь от фейсбрейкеров. Потому что у меня слишком много всего занято униками, получается. То есть я хочу все-таки собирать билд с максимальным блоком. Под фейсбрейтеры хорошо бы иметь щит Great Vansward, который дает кучу физдамага. Он дает офигенно много физдамага фейсбрейтер билду. Но при этом у него мало блока. Так что для блочащего билда он так себе. Так что это я уже не использую. И с этого я урон не получаю. Второе. Амулет. Для блочащего билда, по сути, единственный вариант это наковальня. Которая у меня сейчас анвел. Потому что она дает плюс 3 к максимальному блоку. И сама по себе дает немножко блока. С амулета можно получать что-то там типа 20, по-моему, урона. Или даже 25 физического. То есть, опять же, очень приличная прибавка для фейсбрейкеров. Так что с этого урона я теряю. И плюс, к тому же, я же планирую блидящий билд. Так что я планирую использовать кольцо. Как оно называется? Войд, Войдхард. Оно относительно подешевело. Оно сейчас всего лишь там 30, что ли, хаосов стоит. Так что вполне доступно. Так что я еще из кольца кучу урона теряю. Войдхард, он дает 1.4 физ урона. При том, что у меня сейчас кольца дают там 9.14 и 7.14. Так что я просто огромную кучу урона фейсбрейкеров теряю за счет того, что я планирую использовать конкретные уники. То есть не использую идеальные для фейсбрейкера шматривайте в этих слотах. Так что, скорее всего, урона фейсбрейкеров у меня получится так себе, если я с ними буду бегать со всем этим. Так что, наверное, я в итоге от них откажусь. Я посмотрю. То есть пока я могу пользоваться фейсбрейкерами, я буду ими пользоваться. Но не знаю. Мне кажется, фейсбрейкеры будут не идеальным вариантом для этого билда. С другой стороны, я не знаю, что будет идеальным вариантом. То есть никаких уников хороших в качестве оружия нет, которые я хотел бы прямо использовать. То есть, понятно, можно было бы там взять, не знаю, саутейкер, чтобы не тратить ману, и это будет офигенно. Но, с другой стороны, у саутейкера урон не супербольшой. Можно взять просто какой-нибудь дамаговый топор, рарный. Но это не уник, и его еще там что получится достать, что не получится достать. В общем, посмотрим. Может быть, я буду в итоге с хорошим каким-нибудь милишным оружием. Может быть, я решу взять саутейкер. Что мне... Что я смогу достать, с тем и буду ходить. Может быть, я возьму там Дориане. Это тоже неплохое. Он же физический, я совершенно забыл. Физический там урон или элементальный? Именно сам урон от ударов. По-моему, физический. Так что это тоже будет неплохой вариант. Это Жезл Садзири. Не Жезл, а Скиптор. Ну, вариантов много. Даже много вариантов таких неплохих уников. Но обычно они неплохие, но очень дорогие. То есть, рарную шмотку можно найти круче. Она, конечно, еще дороже, но не сильно дороже. Там топовые, рарные всякие топоры. Они, может быть, даже дешевле саутейкера будут. Но у саутейкера, естественно, преимущество в том, что мана не нужна. Можно зарезервировать все 100%. В общем, на 100% я не знаю, чем я буду в итоге пользоваться. Но, скорее всего, не фейсбрейкерами. Хотя, опять же, пока я могу ими пользоваться, я буду ими пользоваться. И в этом плане, конечно, идеально для фейсбрейкеров было бы взять Абиссус. Потому что он огромную кучу урона дает. Абиссус довольно дорогой. Я думаю, я как промежуточный вариант куплю себе Брингер оф Рейн. Потому что он дешевый и он тоже дает кучу урона. Да, он не позволяет использовать Част Армор. Но надо ли оно? Ну, то есть, как бы, я потеряю, конечно, какое-то количество дефенсов. Из-за того, что я не буду использовать Част Армор. Но зато я получу прибавку к урону. Я получу источник эндюранс чарджи. Потому что прибавка он дает эндюранс чарджи. И я получу еще всякую прикольную фигню с Брингера. И при этом он стоит, там, по-моему, 1-2 хаоса в данный момент. А, что тут происходит вообще? Почему везде ловушки? Ну, естественно, он требует, там, какого-то 67-го. А, я не хочу здесь быть 67-го, что ли, уровня. Которого у меня пока что нет. Но билд этот хорош. И также блок. Блок тоже хорош. Когда у меня активен Tempest Shield, меня просто не пробивают. Я ничего не делаю. У меня жизнь восстанавливается быстрее, чем... Чем тратится. Потому что, во-первых, у меня есть какой-то реген. Во-вторых, когда я блокирую, анвел восстанавливает мне, там, 46 жизней при каждом блоке. Ну, нет, все-таки немножко быстрее она тратится, чем восстанавливается. Но при этом я также отражаю урон. Так что, в итоге, эта пачка скелетов меня не может убить. Они себя убьют быстрее, чем меня. Так что я могу обычных врагов убивать, заходя в толпу и ничего не делая там. Если бы у меня еще... Да, у меня нет сейчас никакого проклятия на ауре. Или вообще никакого проклятия. У меня уязвимость кастуется при блоке. Это мой щит дает. Ну, если бы у меня был Варвард Смарк, например, то... Ну, на ауре, то я бы еще восстанавливал себе жизнь за счет лича. Потому что... Ну, хотя я не знаю, работает ли лич для вот этих вот молний, темпес щилда и... Отраженного урона от анвела. Может быть, не работает. Если работает, то я бы восстанавливал себе еще приличную жизнь этим лайф-личем. И было бы вообще весело. Проклятия на ауре у меня нет в основном, потому что я... Опять же, в основном этим персонажем бегаю с другом, а у него два проклятия на Бласфеме и мне... Ну, даже если бы у меня было проклятие, то мы бы просто друг другу перебивали их, что не очень удобно. У него там уязвимость и Temporal Chains. Он контейдженом играет. Ну, essence drain. И, в принципе, мне и то, и другое помогает, потому что уязвимость... Я больше урона наношу, Temporal Chains, враги медленнее, поэтому они менее активно меня убивают. Так что меня устраивают эти два проклятия. Зато я могу там Геральт включить дополнительный или еще что-нибудь подобное. Резолют, чтобы не промахиваться. Пока что я не замечаю особенно промахов. Возможно, я их не замечаю, но они есть. Терпимый шлям. Жизнь. Жизнь резист. Но я хочу пока что взять... Нет, не здесь. Где у меня были? У меня где-то были, да, бутылки всякие. Базальт или гранит, это еще вопрос. Тысяча брони. Наверное, гранит получше будет. Я хочу все-таки... Ну, сейчас на Изара это не поможет, потому что у меня сейчас не заряжена будет бутылка, когда я зайду к Изара. Не, хрень. Но, по крайней мере, там потом, может быть, пригодится. Я хочу себе все же заролить нормальную бутылку. И я пытаюсь заролить... Off Iron Skin, то есть больше... Больше брони. При активной бутылке. И я пытаюсь при этом еще и заролить какой-нибудь... Какой-нибудь префикс нормальный. Латани, крейвинг, рефлекс. Рефлекс, и это все не то, что мне нужно. Уменьшенный расход зарядов. Тоже не то, что мне нужно. Я сейчас все... Все свои альтерации, конечно, на это потрачу. Смотрите, я да совершенно не нужно. О, предыдущий надо было, наверное... Ну, хотя там Surgeons был. Он... Он мне определенно не нужен. Не, не везет. Ну, ладно, пусть будет Evasion. Тоже сойдет. Evasion у меня тоже хватает. Так что увеличенный Evasion при активной бутылке тоже поможет. И эту ману можно вообще выкинуть. Ладно, так, у меня все правильно экипнуто. Да, Fortify есть на Shield Charge. Инфернл Блоу, Мелефизикл Дэмэдж. Сойдет. Да, у меня еще Чардж, по сути, с одним линком, который... Ну, с двумя линками, которые дают урон. И Инфернл Блоу у меня вообще... Инфернл Блоу, Мелефизикл Дэмэдж и все. И 6000 гипса. Так, Гаргульи. Хочу ли их убить? Что они дают? Дает Изара урон. Дает Изара снижение урона. Да, я, наверное, хочу их убить все-таки. Я ниже уровнем, чем... Чем локация. И я могу спокойно блокировать половину атак Изара. И уворачиваться от другой половины. Если он даже по мне попадает, то у меня есть там... Приличная броня. Гранит. Эндюранс Чарджи. Все там подобное. Это, наверное, самый живучий билд, которым я играл. Пока что. Чисто за счет того, что просто враги не могут мне наносить урон. В плане случаев. Ну, естественно, сам я в данный момент урона тоже не очень много наношу. Ау. Пробили немножко. Ну, это потому что я... Возможно, потому что я недокачан. Но, в принципе, от прокачки у меня особенный урон там не растет. Мой урон растет от Эквипа. Окей, Изара свалил. Кайт Чилд я хочу, наверное, посмотреть. С другой стороны, он мне не особенно нужен. Ну, ладно. Вроде бы терпимо. По крайней мере, если я первую фазу Изара могу убить, то вторую и третью я, скорее всего, тоже могу убить. Разве что, если там какие-нибудь совсем жесткие ловушки на третий. У меня могут быть проблемы. Упс. Помахнулся. Не помогло. Я все пытаюсь зашансить какой-нибудь стронбокс уникальный. Я не уверен, правда. Мне надо, наверное, сначала посмотреть, из каких стронбоксов шансятся те уникальные стронбоксы, которые мне нужно открыть. Я знаю, что там один стронбокс-хузнеца, который с оружием. Другие два хрен его знает. Наверное, по-моему, один там, это просто обычный стронбокс, а третий я вообще не знаю. Да, золотой ключ здесь. В общем, да, пока что билд работает просто идеально. Я пару раз умирал, в основном, на ловушках. В челленджах, которые мне не нужно было делать, но другу нужно. Так что я с ним просто так бегал. И бегал по АФК, так что умирал на ловушках. Но всякие боссы меня, вроде бы, пока что не убивали. И враги. Ну, кроме тех случаев, когда я, опять же, может быть, там... АФК был. На локации с врагами. Что я иногда делаю. Так, стоп, я вообще в эту сторону. Блоком играть весело. Ну, тут, правда, есть еще такая проблема, что у меня там восстановление жизни при блоке, восстановление маны при блоке. Очень часто я убиваю всех до того, как они успевают что-либо мне сделать. Так что я без маны остаюсь, потому что у меня маноличия нет. Единственный, по сути, источник маны мой, это мана при блоке. Так что если я чарджусь в группу врагов и сразу же их убиваю, до того, как они успевают ударить там или что-нибудь сделать, то маны у меня после этого нет. И это немного печально. Ну, иногда можно так включить Tempest Shield и постоять в группе лучников там или еще чего-нибудь и восстановить себе ману. Проблема в том, что у меня запаса маны нет, так что... Это приходится делать достаточно регулярно, если я хочу иметь ману. Пойду влево. Ну, в общем, да. В плане уников, опять же, я для начала хочу взять себе Брендера Фраин. Потом я его, скорее всего, заменю на что-нибудь, возможно, даже на Абиссус. Может быть и нет. Не уверен. Я не слейер, так что рефлект для меня страшен. Но я не знаю, как бы... Рефлект в любом случае для меня страшен, даже когда я слейер. То, что я половину урона от него получаю, это не повод проходить рефлектовые карты. Но, с другой стороны, броня, фортифай и прочие подобные вещи от физрефлекта снижают все же урон. Ну, кроме этого, Абиссус, по-моему, больше страшен не рефлектом, а тем, что он просто физический урон по мне повышает. Физический урон это все-таки немножко более опасный источник урона, чем элементалка. Ну, в большинстве случаев сильно более опасный, но есть, естественно, иммортал колл на кастный дамэч тейкинг, который... Ну, которого у меня в данный момент нет, но который, когда он будет, решает часть, по крайней мере, проблем с физдамагом. Ну, и плюс броня, плюс базальтовая бутылка, плюс там еще всякая фигня. Брони у меня будет достаточно много в итоге, скорее всего, потому что у меня почти все шмотки должны быть красными. У меня брони будет мало в тот момент, когда я буду использовать брендерфрейн, потому что он... Ну, он дает брони неплохо сам по себе, но он не позволяет использовать чест, который тоже дает брони неплохо в идеале. И при этом у меня, кстати, на СКУ-3, по-моему, нет почти брони. Да, у меня всякие блоки дефенсы от щитов, но броню всякую я не беру, но, с другой стороны, она и не нужна. Ее и без этого можно довольно много иметь. В плане... в плане щита, скорее всего, тот вариант, которым я буду пользоваться, это я возьму сначала Lionel's Remorse, который дает, там, полторы тысячи брони и сотню жизни без резистов, но все же. И буду копить на Aegis Aurora. Потому что Aegis это все-таки идеальный для блочечих билдов щит. Потому что он позволяет выживать при блоке, потому что Aegis, он восстанавливает мне процент от моей брони, процент энергощита от моей брони. То есть он восстанавливает мне при каждом блоке, там, допустим, 10%, ну, количество энергощита равное, там, 10% моей брони или что-то подобное. Я не помню, сколько. По-моему, там, 2%, что ли, или 5. Так что, по сути, каждый раз, когда я блочу, я себе восстанавливаю, там, 200 энергощита, что позволяет очень эффективно выживать, если у меня есть эти 200 энергощита и если у меня есть достаточно много брони. При этом энергощита много не надо. Как бы, если я восстанавливаю при блоке 200, то запас в полторы тысячи мне ничем не поможет. То есть хорошо иметь там небольшой запас сверху того, что я восстанавливаю, но все же, по сути, учитывая, сколько я беру всяких пассивок, которые увеличивают защиту от эквипнутого щита, там, самого Aegis будет, там, не знаю, 500 щита, и этого будет вполне достаточно, скорее всего. Весь остальной шмот в броню, и, получается, я восстанавливаю себе достаточно много энергощита при каждом блоке. И, получается, меня никто не может убить из-за этого. Ну, частично из-за этого. Ну и... Собственно, да. До Aegis'а Lion Ice, потому что он дешевый и эффективный. Полторы тысячи брони, которые, опять же, станут, там, не знаю, 15 тысячами брони. Ну, может, не 15, а, там, 10 тысячами брони, учитывая все мои пассивки. И... Жизнь он дает, и все там подобное стоит, всего лишь там хаос. Но он большого уровня требует. Ну и шлем, брингер, как вариант, пока я буду с Войнаем бегать, потому что с Авророй, с Aegis'ом, брингер не очень хорош, потому что, опять же, нужно много брони. Чест плюс хороший шлем дают больше брони, чем брингер Фрейн. Заметно больше. Ну и всякие другие статы. Ммм, геймкатер. С прокачанными камнями. Может быть, мне дропнется что-нибудь ценное из него, типа Эмпауэра или чего-нибудь подобного? Нет, конечно же. Блэйд Вортекс 19-й можно продать. Фастер Кастинг 19-й, может быть, можно продать. Остальное трэш. Блэйд Вортекс 19-й, скорее всего, можно довольно быстро и эффективно продать, там, за хаос или два. Потому что 19-й и 20-й камни. Ну, хотя, может быть, 19-й-то не очень... Не очень раскупают. Так, что здесь происходит? Почему здесь закрытая дверь? Неясно. Но, наверное, мне здесь не нужно быть. В общем, да, билд хороший. И, главное, веселый. Я бы даже сказал, он слишком хороший. Как бы, если ему убавить, там, АОЕ в полтора раза, в полтора раза, а не на 20%, как его понерфили, он все равно будет достаточно хорошим и эффективным скиллом. Может быть, он будет не таким крутым, как землетрясение, но должны ли быть скиллы такими крутыми, как землетрясение? По-моему, вот эта вот вся текущая мета с землетрясением и щелчарджем как единственными адекватными мелешными скиллами, она как-то не супер. Я бы предпочел, чтобы их немножко понерфили. Не до уровня неюзабельного, неюзабельности, а немножко понерфили, там, поменьше радиуса и у того и у другого. В основном радиусом надо нерфить. И немножко побустили все остальные скиллы, типа, там, ну, не знаю, рив, циклон, все остальное, потому что в данный момент циклон абсолютно бесполезен. Потому что щелчардж делает все то же, что и циклон, ну, циклон немножко полезен как сингл-таргет для скиллов, которые пользуются чем-то другим. Но в таком варианте, там, почему бы не взять землетрясение, которое и сингл-таргет само по себе, и ауе на весь экран, и намного быстрее циклона все зачищает. И при этом любой билд, который может использовать циклон, может использовать и землетрясение. Ну, нет, не любой кинжалу не могут использовать землетрясение, когти, по-моему, не могут использовать землетрясение, ну, почти любой. Почти любой билд, который дамажит циклоном, а не использует его для того, чтобы прокать кастом крит дисчардж. Ну а Shield Charge, он в данный момент круче землетрясения, на мой взгляд Потому что у него АОЕ тоже достаточно большое Не такое большое, но достаточно большое И при этом он позволяет, не останавливаясь, все зачищать просто перемещением Но опять же, я уже в прошлом видео по Shield Charge говорил, что Shield Charge играется как Верлинг Блэйдс, который дамажит весь экран при каждом Верлинг Блэйде И естественно, тот факт, что там в текущей мете все маги стремятся использовать кинжалы Потому что кинжалы умеют использовать Верлинг Блэйдс То есть кинжалы используют не для дамага, а ради одного скилла, который позволяет перемещаться Это как бы намекает на то, что Верлинг Блэйдс это очень полезная и офигенная штука И милишный скилл, который как Верлинг Блэйдс только очень больно дамажит Это тоже полезная и офигенная штука получается О, еще и халявные ловушки Это самый легкий вариант, на мой взгляд, финальный бой Сезара Самый сложный, это когда у него по всей арене шипы и дротики в центре Средний сложный, это когда у него там частично шипы, частично пилы, всякие и подобные варианты Но этот самый легкий Даже если он меня закинет в лаву, мне из нее выбежать мгновенно можно Но он меня скорее всего даже не... ну нет, он закинуть-то может закинет, но даже если он меня там закинет в нее, есть шанс, что лавы в этот момент там не будет О нет, он попал Какой ужас, мне придется выпить одну бутылку То есть вот он меня закинул Там ничего нет Готов Да, и я сейчас на 4 уровня ниже локации Но это не Изара так занерфили, это этот билд настолько имбовый Потому что с этими там магами и прочей фигней он... ну он заметно сложнее, по крайней мере Я думаю, перчатки А, черт, они скоробчены Ладно, сапоги, у меня, по-моему, два энчанта еще есть Хаус дамаг прикрытия, шанс, в общем, все, хрень Два энчанта, это, конечно, это очень ценное пророчество на Мерселесе, но поскольку пророчества выдаются на сложность на конкретную То есть мне выдалось Твайсенчантед Круэлл, то есть его, ну как вот здесь, может быть выполнен только на Круэля На Мерселесе его стоило бы выложить в... ну, запечатать в предмет и оставить до лабиринта эндгеймового И да, кто-то просил еще там за несколько видео до текущего момента, кто-то просил рассказать, как запечатывать, ну, что вообще за запечатанное пророчество в предмет В принципе, все очень даже просто, я подхожу к Навале, я жму запечатать пророчество, трачу там 5, 10, 3, там разные по-разному стоят монеток И оно становится предметом, а потом этот предмет я могу в любой момент применить правой кнопкой Нажать на него правую кнопку, и он мне снова добавится как пророчество, но при этом я могу его кому-нибудь продать, я могу его там оставить, чтобы использовать потом В данном случае у меня есть парочка вот этих вот джевелеров, один из которых я обменял, я свою табулу обменял у какого-то подписчика на джевелер Ну, ну вот этот вот Плюс я ему доплатил там еще немножко хаосов, по-моему И у меня как раз вот этот вот Твайс Энчантед на Мерселес То есть, по сути, если я, если у меня активен джевелер стач, то каждый раз, когда я использую джевелер, ну как бы, что это пророчество делает? Я создам полностью залинкованный 5-сокетовый предмет одним джевелер-орбом То есть, если я кину джевелер в броню или в посох, или в двуручное оружие, во что-нибудь, у чего может быть 5 сокетов То у него сразу станет 5 сокетов, 5 линков с одного джевела Но, естественно, я хочу это применить на конкретный какой-то предмет То есть, если у меня это просто как пророчество активно, то если я хочу поменять себе сокеты на своей броне Трэшевый, низкоуровневый, какая она там, 40-го и там левого То я ее могу случайно сделать, ну не могу, а гарантированно сделаю случайно 5 сокетный 5 линковый, и мне это совершенно не нужно, так что я просто взял, запечатал это пророчество в предмет И потом, когда я захочу сделать какую-нибудь 5 линковую уникальную броню или уникальное оружие Потому что для уников намного ценнее использовать, чем для, ну или для очень хороших уже шмоток То я просто применю пророчество и сделаю себе 5 линковый предмет Как-то так Ну и просто нужно какое-то количество монеток, чтобы это сделать Я убью штурмовую ленту, и она дробнет уник фиксированный Я не знаю, что там за уник Пока что я ничего особенно хорошего из этих уников не видел, кроме табулы с Евангелиста Но те, что у меня сейчас активны, я не проходил вот эти вот два У меня всего два? Странно Да То есть, а штурмовую ленту я не убивал, и призраков в доках я не убивал Которые у них дропают, я не знаю, что с них дропнется Может быть что-то интересное, может быть что-то неинтересное Ну, посмотрим Ну ладно, в принципе, это практически все, что я хотел бы сегодня сказать А, в прошлом видео еще кто-то спрашивал, почему я не использую шлем Где он тут у меня? Вот этот вот шлем, который плюс 20% физурона Потому что 20% физурона это копейки Так, если я посмотрю Без моего шлема у меня 6000 урона у Инферного Если я это надеваю, у меня 6300 урона То есть, ну да, немножко прибавляется Но при этом я не могу уворачиваться И при этом на нем нет резистов При этом на нем нет сокетов Ну, сокеты, конечно, можно сделать Но все же То есть, эти 20% это не 20% от того, что я так наношу Это то же самое, что если я возьму 20% на скил 3 То есть, если я возьму какой-нибудь там Ну, чуть меньше, чем 2 вот этих вот фигня Они по 12 То есть, 24% будет за эти 2 поинта За шлем 20 То есть, даже меньше еще Это такие 20% Так что оно того не стоит Ну и, что касается ворота Да, я потом в итоге, возможно, возьму Unwavering Stance Потому что Evasion мне не факт, что особенно нужен с Авророй Мне Evasion не нужен Потому что если я использую Аврору, мне нужна броня А я не с Аврора Соответственно, Evasion мне нафиг не нужен Я эквипаю весь шмот, который дает броню И тогда есть смысл взять Unwavering Stance Чтобы меня не станили Может быть, даже все равно нет смысла Потому что, как бы, если меня и так не будут встанить То нафига он мне Потому что 5% Evasion это уже хоть что-то, по крайней мере Но Может быть, я его в итоге возьму Но сейчас, в данный момент В данный момент у меня 34% шанса ворота И от него отказываться это глупо просто Ради 20% урона Тем более, что в данном случае Этот шлем, он просто убирает у ворота Он не увеличит мне броню Он ничего у меня лучше не сделает Кроме, там, кроме этих 20% урона Так что, да Под бутылку у меня вообще 70% снижения урона 41% шанс у ворота Если я еще какой-нибудь Джейд возьму И заролю его нормально Ну, собственно, нет Джейд, мне не нужно ролить нормально Потому что у меня уже есть гранит 70-70 Может мне так и ходить? Чтобы по двумя бутылками 70-70 Плюс у меня еще там 59% уже шанс блока И атак из певов Потому что я только что взял поинт Который позволяет мне блокировать заклинания Так что, по сути, чем бы меня не атаковали 60% у меня шанс Что я это заблокирую И восстанавливаю себе немножко жизни маны И чего я там еще себе восстанавливаю И нанесу урона этому Тому, кто мне Ну, кого я блокирую И после этого у меня еще 70% шанс Что оно не попадет И 70% снижения урона физического Если оно попадет То есть, по сути, я почти неуязвим Да Но, естественно, у блока Блок на самом деле не настолько крут, как кажется То есть 60% на самом деле Это не 60% атак до меня не долетит Во-первых, доты не блочатся всякие Некоторые ауэшки, по крайней мере То есть, если это какая-нибудь лужа дамага То я не могу ее заблокировать И плюс к тому же блок Он имеет какой-то блок рекавери То есть, какое-то время занимает То есть, когда я блокирую У меня проигрывается анимация блока Во время которой я ничего не могу делать И во время которой я не могу еще один блок начать Что важнее Она не всегда проигрывается Там это как-то зависит от того Сколько урона нанеслось То есть, от слабых ударов я их просто блокирую И без этой анимации Но я все равно не могу начать еще один блок Пока не кончился первый То есть, если по мне там Почти одновременно прилетает 5 попаданий Я могу заблочить одно из них А остальные долетают По-моему, так Что-то с блоком в этом плане было Непонятно И по-моему, как раз Анимация проигрывается Которая, по сути, как стан для меня работает В том плане, что я не могу ничего делать Пока эта анимация блока играется Она работает для тех ударов Которые меня застанили бы И в этом плане, возможно Unwavering Stunts имеет смысл Что меня не могут застанить Так что эта анимация никогда, наверное, не проигрывается Если это так работает Не уверен Ну и также Ну, не знаю, о чем еще я могу Что еще я могу сказать Может быть, имеет некоторый смысл Потом пойти в крит Если я не в фейсбрейкеры пойду То есть, если я найду какую-нибудь Пушку с критом хорошим То почему бы и нет Потому что здесь вот этот Очень хороший кластер крита милишного Но это только если я найду пушку С уже хорошим критом Потому что Разгонять крит с каких-нибудь там Базовых 6 даже процентов В мародерской плавине скилл 3 Плохая идея У мечей, конечно, есть, по-моему, поинты на крит Какие-то поблизости Или, может быть, нет Вот здесь вот, да Здесь есть поинты на Мечи, кинжалы и когти Крит шанс И все Один поинт на 25 крит шанса Не знаю Крит вряд ли Но крит имеет Некоторый смысл Правда, я уже не помню, почему Я почему-то недавно думал Что крит может быть Имеет смысл Если я найду хорошую пушку Помимо того, что он Что, ну, просто критовые удары дамаговее, чем обычные удары Ну, блид, естественно, будет стелиться от крита Наверное Но это, наверное, не повод Не знаю, в общем Может быть, все-таки нет Наверное, все-таки нет Как бы этих пяти поинтов не хватит, чтобы сделать крит-билд Даже с хорошей крит-пушкой А больше поблизости Почему в игре нет поиска по скилл 3? Потому что на сайтах на всяких есть Там можно написать крит И оно подсветит все точки, где есть крит Но в игре такой фигни нет Ну, естественно, здесь есть Нет, не здесь Здесь есть крит Да, но его мало А здесь где-то был еще крит, по-моему Но его тоже мало В общем, не знаю Да, наверное, крит все-таки вообще не имеет смысла Потому что Если у меня щит в одной руке То я не могу взять в обе руки по кинжалу Чтобы получить дополнительный крит-шанс На скилл 3 Да, крит нафиг Нет, крит точно нафиг Почему я думал, что он имеет смысл? По-моему, я какое-то конкретное оружие видел Или что-то подобное Или, может быть Какой-то, короче Какой-то уник я видел С которым крит, может быть, имел бы смысл Но, наверное, все-таки нет Ну, ладно, неважно Хрен с ним, с критом Блочащий билд это весело И дефенсиво И можно проходить из ары Будучи там на 4 уровня ниже из ары И я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока